Всем привет! Давно не снимал видео, скажем так, переезжал. Теперь у меня есть огромное помещение, которое сейчас облагораживаем, делаем из этого уютно, красивую мастерскую. Но сейчас не об этом. Сейчас хочу поговорить о такой нужной вещи, как гриндер. Его у меня, к сожалению, нет. И, в принципе, придется делать его самому. У меня есть вот такой вот моторчик, это советского какого-то точила. Вот карушек был с этой стороны. И я хочу как-нибудь с этой стороны сделать гриндер, потому что вещь, она все-таки нужная. Буду делать реально вот из того, что есть, потому что, как всегда, не будем забывать традиции, что инструментов каких-то серьезных у меня нет. Самый мощный, скажем, и самый сложный инструмент, который у меня есть, это дрель и болгарка. Вот, используя все это, используя все, что под рукой, ничего, в принципе, не покупал. Ну, там, за исключением, где это там. Три маленькие шайбочки купил, потому что, ну, без них-то вообще бы прям опа было. Вот, три шайбочки на 22 мм. Ни роликов, ничего у меня нет. Буду, походу, придумывать, потому что задрало. Смотришь видео, вот там вот, типа, вот сейчас замутим гриндер без токарного станка. И вот тут чувак берет, я не знаю, какой-то из такой глыбы делает вот такой ролик. И, типа, вот, все легко и просто. Ну, мы постараемся реально все сделать, чтобы было все легко и просто. Ну, что, поехали. Изначально, могу тут показать, вот здесь у нас резьба есть. Вот, а здесь у нас резьбы нету, и она короче. Но я здесь, ну, какое-то маленькое такое отверстие, которое я сейчас хочу дрелью углубить, а потом нарезать внутри резьбу, чтобы потом сюда уже надеть первый ролик. Ну, посмотрим, как все это получится. Ну, что, отверстие я сделал с верлышком сначала маленьким, потом побольше. Глубина приблизительно сантиметров два. Вот с резьбой мне, походу, будет туго, потому что, во-первых, нет воротничка, чтобы нормально придерживать все это. Да и вот такой вот какой-то резьборез достался, прям вообще никакой, да? Вот. Но подходящее только вот это. То есть, будем делать из того, что есть. Выбирать не приходится. Вот. Ну что, поехали дальше. Всем привет. Наверное, прошло с момента того, как начал делать гриндер, наверное, недели две, даже три, может быть. И, в конце концов, приходишь к определенным выводам, что для точности любого механизма, для точности работы любого станка самодельного, все-таки нужен другой хороший инструмент. В данной ситуации все-таки токарный станок просто необходим, только потому, что здесь присутствует вот такая вот деталь. Вот этот ролик. Я его делал из фанеры, из нескольких слоев фанеры. Вот. Ну вот этот он у меня не получился, прогадал, короче, с размером шайбы. Нижняя, в итоге, я ее сделал с наружной резьбой, потому что, когда делал я внутренне, у меня внутри сломался мечик. Вон там и так и остался. Вот. Я сделал наружную, сделал большой ролик из фанеры слоями. Тоже мучился, просто прям нерябь. Вот. Но, в конце концов, получили то, что получили. Значит, заднюю стенку я сделал из куска алюминия. Это уголок от старых карниз. Это просто болт длинный. Я не знаю, даже не измерял реально, вот сколько она на длину. Вот. Все, что нашел в гараже, то есть, не тратился, ничего не покупал. Реально сделал из того, что было. Вот. Сначала, в принципе, даже как-то так сморганил на скорую руку механизм. Значит, натяжение там с помощью пружины, хотя пружины не было. Я тут пробовал, у меня были резинки. Да, работает, но все равно из-за вот того, что я тут петлю для регулировки поставила на тонкое. Я уже не стал там искать какую-то другую. В общем, найти золотую середину как-то трудновато. И просто, значит, без пружин, без ничего. То есть, нормально, легко вставляется, легко вытаскивается. Вот. В принципе, можно сказать, так и рабочие. С другой стороной поставил камешек точильный. Он там и изначально был, просто не этот. Тоже вот очень такой старый камешек. Я еще ребенком себя вспомню, что, в общем, то там он под плитой был, то в чулане, там, я не знаю. И в итоге оказался в гараже на этом моторе. Вот. Ну, сейчас будем пробовать, что получилось, что можно этим делать. То есть, посмотрим, что в итоге получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. В принципе, мне нравится, нормально, при том, что тут у нас шкурка мелкая стоит. В итоге я ее, наверное, как-то там почищу, чем-нибудь тут закрою. Нормально, рабочий станок, то, что мне нужно на данном этапе. И считаю, что вообще, как гриндер, это, наверное, самый простой метод, который есть в интернете. То есть, тут ни сварки, ничего, все завинчено болтами, без всяких каких-либо затрат. Кому понравилось, подписываемся, ставим палец вверх. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА